Вениамин Кондратьев выступил на заседании оперативного штаба Краснодарского края. На нем говорили о новых послаблениях режима повышенной готовности. Так, на совещании стало известно, что с 27 июня открывают межмуниципальное пассажирское сообщение, в том числе и авиасообщение между Краснодаром и Сочи. Кроме того, полностью открываются зоопарки, океанариумы, дельфинарии и объекты турпоказа. Отдельной темой для обсуждения стало открытие кафе и ресторанов. С 27 июня могут начать работу заведения с собственным выходом на улицу в графике с 7 часов утра до полуночи. Коллеги, что касается ресторанов, вот сейчас мне уже буквально подносят информацию из общения рестораторов, чтобы не было кривотолка. Еще раз подчеркиваю, есть рестораны, кафе, которые находятся в торговых центрах. Так вот, чтобы было понятно, да, ресторан может открыться и кафе может открыться, если он встроен, имеет встроенное помещение. Но у него обязательно должен быть вход и, естественно, это же и выход с улицы. В субботу также смогут открыться фитнес-центры только для индивидуальных тренировок. Не смогут работать только бани, сауны и хамамы. Также с 29 июня откроются стоматологии. Разрешено оказание риэлторских услуг в прямом контакте с клиентами. Одно из самых непростых решений – открытие детских садов. Они смогут начать работать с 29 июня при соблюдении требований Роспотребнадзора. С обязательным температурным контролем. Хотела бы, в свою очередь, всех родителей нацелить на то, что детские сады не будут открыты в полном объеме. И мы не будем открывать группы по 30 и по 25 детей. Потому что, первое, главное, вы об этом говорите, мы должны обеспечить безопасность детей. Все требования, которые Мария Александровна озвучила, будут, естественно, реализованы. И мы приоритеты будем отдавать тем детским садам, которые могут обеспечить. Первое – обеззараживание воздуха в помещениях, где находятся дети. Это детские сады с отдельными входами в группах, с отдельными проходами на детские площадки, для того, чтобы у нас группы не перемешивались друг с другом и не было проблем. И мы сегодня, конечно, в первую очередь должны проверить весь персонал, который работает с детьми, в том числе воспитатели, которые находятся в непосредственном контакте с детьми, так или иначе, должны будут пройти тест на ковид. А что касается детей, то это справка на эпид-обстановку. Мы эти справочки получает ребенок всегда, когда приходит в детский сад, и после болезни, и после летнего периода, после каникул. В этом проблем нет. И здесь, конечно, мы уже имеем опыт открытия дежурных групп, которые, ну, понятно, что на сегодняшний день себя исчерпали в некотором смысле, потому что люди действительно выходят на работу, и им нужно везти детей в детский сад. Но, тем не менее, я прошу все оперативные муниципальные штабы, которые имеют списки и понимают, кто где, когда, с кем контактировал, знает все о каждой семье, включиться в эту работу для того, чтобы у нас вот здесь не было проблем, поскольку у нас это муниципальные детские сады, оперативные детские штабы должны активно здесь отработать. Я так понимаю, что, коллеги, на самом деле, долгожданное решение, это необходимое решение. Необходимое. И я его принимаю и считаю возможным с 29 июня, с понедельника следующей недели, возобновить работу детских садов. Понятно, что с строгим требованием Роспотребнадзора, и вот с теми требованиями, о которых говорил офицер Кусревна, ну и, конечно, Мария Александровна. Также с 27 июня будут открыты храмы и религиозные организации с учетом соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Олеся Давыдова, Иван Рыбальченко, 39 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова